Сейчас модно будьте генерантом, тусуйся, пляши, як гретин. Вон из-за ютуби свято, Лёша и Даша вас их накажут, блин. Сейчас модно будьте генерантом, тусуйся, пляши, як гретин. Вон из-за ютуби свято, дур не в плюс отнын. К сожалению, устроители светских мероприятий относятся к журналистам как к быдлу. Их заставляют стоять на улице, мерзнуть и ждать псевдо-звезд. Но вы знаете, что мы не будем этого делать и пройдем по красной дорожке сами. Пошли. Сейчас во всем мире тренд на естественную образу в руках. И сегодня день, когда награждают самых красивых людей Украины. Как вы здесь оказались? А что за красные? Почему такой именно мне вопрос? Я думаю, что все красят волосы и все загорают. По поводу губ я уже везде говорила, что у меня свои натуральные. Свои натуральные. Даже готова предоставить снимки, очень скоро это сделаю. Давай, снимки? Да, снимки и свои детские фотографии. Я считаю, что есть народное мнение. Можно собрать 10 человек из народа и спросить, как вы считаете, кто из них самый красивый. И может быть 5 человек скажут, а мы считаем Катя Бужинская, хотя ее нет в номинантах. Понимаете? Я, кстати, считаю, что это недостаток. Спасибо. Мне приятно. То, что у вас нет номинантов. Может быть, конечно, где-то немножко к косметологу не доходили. Может быть, где-то в фитнес-центр режут. О, это ты? Да я. Я же раньше не знала, кто ты такой. Я тоже. Вы еще знаете, кто я? Может, вы скажете туда мое имя? Скажите, скажите, кто вы. Что это за история с венгерскими таможенниками? Оля Полякова прославилась тем, что ее на венгерской границе в аэропорту остановили таможенники, а она во рту везла 170 грамм черноморской гальки. У нее большой рот очень. Вас обнаружили во рту 120 грамм черноморской гальки. Гальки? Гальки. Ну как, значит, все обычно везла наркотики. Я сказала это в камеру. Господи, дура какая. Ожидаете ли вы нового всплеска вашей популярности после выхода на экраны фильма «Хоббит. Возвращение»? Я очень на это рассчитываю. Ну вот вы отчаянно ищете свой стиль. Вы всегда больно дерзко одеваетесь. Но мне больно это говорить, но вас уже считают иконой безвкусия. Почему? Мне абсолютно все равно, в чем я и как. Вы просто вот так вот открываете шкаф и одеваете. Ну что вы. Вы работаете с такими неоднозначными людьми, как Сергей Соседов. Леша, я помню, угостил меня вкусной колбаской. Вы когда с ним встречаетесь на съемках, вы за руку с ним здороваетесь? Мы не только здороваемся за руку, мы и целуемся. Тогда у меня для вас плохие новости. Какие? Это контакт. Нет, я не Борис Апрель, я смотрю Дурнев плюс один. Поэтому я не буду отвечать ни на какие вопросы. А у вас голос такой Борис Апрель? Надо же, как это мило. Спасибо. Честно? Леша, спасибо. Мы тебя знаем как веселого, задорного, обаятельного, милого. Мы все тебя знаем с этой стороны. Но ведь у тебя есть и отрицательные стороны. Поговоришь, что ты довольно навязчивый, что ты болтливый, что от тебя трудно избавиться в компании. На самом деле я сейчас начинаю тупить. Потому что я вообще часто туплю. Ну, как-то так получается, что все люди, которые оказываются рядом с этим микрофоном, начинают тупить. Мне кажется, что это замечательный микрофон, и я его обязательно выкуплю у вас. Вика, охрану сюда и милицию, я не шучу. Я вас очень люблю, это опасно. Но программу вашу смотрю, в интернете наблюдаю, качаю, но я считаю, что вы молодцы большие. Спасибо. Ну, скажите мне, что... Что такого случилось в вашем детстве, чтобы всю свою жизнь положили на то, чтобы стать сильнейшим человеком? Это было в школе, в початковых классах, когда, мабуть, подекуди старшоклассники меня ображали, там, обзываючи. Десь, возможно, кто-то дернул. Я обратился к брату. Конечно, мне очень хотелось, чтобы он подъехал конкретно, без всяких слов, и сразу заточил в Насяру. Ваня, здравствуйте. Скажите три любых слова в наш микрофон. Три любых. Ленин, партия, Макинтош. И он был благородный, который спас свою женщину в Мерседес. Вот я в честь него... И ты всегда объясняешь это, да, что я не тот самый, который пушки-то... Не, я... А тот, который... Я думал, что я третий Мерседес. Вообще третий. Кто е...нул Лермонтова? Настя Каменский не владеет никаким музыкальным инструментом. Ну, вообще никаким. Ну, не, каким-то одним там владеет, но мы не можем... У нас днем идет эта программа, мы не можем сказать. Но она чертовски популярна. Видите, а как-то получилось, что вы человек действительно профессионал от музыки? И вот как-то так. Для меня это совершенно не важно. С утра какую цель вы себе поставили? Быть ведущим, быть исполнителем, быть режиссером, быть отцом. И много-много всего. Появляться в еще кое-каких местах, о которых мы... Да. Говорить не будем. Конечно, да. Но деньги-то надо зарабатывать. А что... Что поделаешь? Будут ли у вас хорошие песни появятся? Наконец-то, когда-нибудь, да. Я вообще надеюсь, что к Евровидению 2020 я обязательно подготовлюсь. Я никак не могу понять. Слушаю ваши песни и... Ну, вы типа мутите меня, ну или... Или просто это как бы... Ну, вот мы даже просто, как бы, на спине. Ну, мы не понимаем, а я ничего. А, это обручный просто. Да, обручный? Подписывайтесь и смотрите все выпуски Дурнев Плюс Один першим.